Дагестан С главой Дагестана Владимиром Васильевым Позже принял участие в торжественном заседании Третьей международной конференции Османовские чтения Церемонии открытия памятника персидскому поэту Хафизу Ширази Все подробности у Хадижат Мазгаровой Развитие торговых отношений между Ираном и Дагестаном Один из главных векторов внешней политики республики О том, как увеличить товарооборот А также укрепить культурные связи И говорили на встрече глава региона Владимир Васильев И чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи Сегодня грузооборот между республиками Составляет порядка 400 тысяч тонн И с каждым годом эта цифра должна расти Так, дагестанский порт уже закупил 200 контейнеров С холодильным оборудованием Для перевозки мяса и других продуктов Очень важно отметить, что торговые отношения В сельском хозяйстве, в промышленности В астрологистическом комплексе Имеют хорошую перспективу Очень приятно отметить, что В том числе и благодаря вашему Непосредственному участию Наше отношение развивается То, как видит развитие отношений Между республиками, рассказал и сам посол Мехди Санаи Он отметил, что есть производители, которые готовы Представить, а в дальнейшем и поставлять Свой товар в Дагестан И даже предложил создать иранский торговый дом Такой уже есть в Астрахани Выставки аграрных товаров Ирана Дадут возможность покупателям Ознакомиться с продукцией Отметил посол Дагестан играет важную транзитную роль В отношениях между Ираном и Россией в целом Поскольку наши грузовики В принципе проезжают через Дагестан В Россию И мне представляется, что здесь есть Куда развивать этот потенциал Что касается Махачкалинского порта То я думаю, что если этот порт будет развиваться Наши инвесторы были бы заинтересованы В присутствии и в дальнейшем освоении Развития этого порта О том, что необходимо авиасообщение Между республиками Говорили уже обе стороны Вопрос обсуждается на разных уровнях Возможно, даже это будет транзитный рейс Из Баку или даже Казани Сейчас власти в поисках авиакомпании Которая наладит маршрут Что касается запуска объявлений То я, конечно же, буду разговаривать С нашими авиакомпаниями Буду их поощрять к этому делу И хотел бы вас попросить Может быть, назначить контактного лица И с ним, чтобы мы с ним были в контакте Для обсуждения и дальнейшей проработки этого вопроса На встрече также зашла речь О налаживании более тесных культурных связей И некоторые шаги уже сделаны Так, сегодня чрезвычайному и полномочному послу Мехдисана И присвоено звание Почетного профессора ДГУ Диплом посол получил из рук ректора Вуза Муртезали Рабаданова Мехдисана И внес существенный вклад В работу по признанию диплома ДГУ в Иране Это огромная честь Получить звание почетного профессора Дагестанского государственного университета Для меня это очень важно Дагестан имеет очень давнюю Культурную и религиозную связь С нашей страной Я надеюсь быть достойным представителем Этого замечательного университета Встреча продолжилась на международной научной конференции Османовские чтения После гостя приняли участие в открытии памятника Поэту Шамсудину Ширази Автору собрания «Диван» героек романтических поэм Дикая Лань, Саки Намэ и Магани Намэ Бюст Шамсудина Ширази установлен на территории Филологического факультета ДГУ Памятник Расулу Гамзатова Появится уже у здания одного из ведущих Иранских вузов Иранская делегация побывала и в Национальном музее Дагестана Внимание посла привлекла экспозиция, посвященная Кавказской войне И предводителю горцев, имаму Шамилю Хадижат Мазгарова, Шамиль Махмудов, Любава Маслова Время новостей В этом году силами компании «Россети» Северный Кавказ Будет повышена надежность электроснабжения в 41-м районе Дагестана Перспективы развития электросетевого комплекса республики Владимир Васильев Обсудил заместителем генерального директора компании «Россети» Генеральным директором МРСК Виталием Ивановым Глава Дагестана поблагодарил «Россети» За проведенные в регионе в 2018 году учения И отметил, что в республике еще необходимо провести большой объем работ Мы у нас работали, насколько я помню, были главным инженером Такого проекта, который впервые был организован в прошлом году Который реально помог нам в зимний период пережить смешанным количеством Отключений, потерь и аварий на электросетях Очень важно, что та работа, которую еще Левинский обозначал Который был системно направлен на приведение нормативного состояния Левинского хозяйства нашей республики Продолжается и теперь уже при вашем руководящем участии Мы к октябрю завершаем по республике Дагестан Примерно на сумму 800 миллионов рублей предпроектное обследование И заходим в государственную экспертизу Это привязка всех абонентов к электрическим сетям Это полное обследование электрических сетей И выдача проектных заключений Но инвестиционный поток, который будет уже в этом году Он кратно-кратно, более чем в 10-15 раз Увеличит текущие расходы на производственные программы Которые сейчас осваиваются в тарифном поле Отметил бы самое важное Мы говорим о нетарифном источнике То есть это тот источник, который не ляжет на потребителя Который не приведет к повышению тарифа Глава Дагестана Владимир Васильев в режиме видеоконференц-связи Провел заседание рабочей подгруппы Государственного совета Обсуждались вопросы легализации предпринимательства И противодействия теневой экономике Руководитель региона заявил Правительство приступает к выстраиванию партнерских отношений с бизнесом Во главу угла будут ставить рост налоговых и иных поступлений в бизнес В бюджет, а со стороны власти обеспечивается открытость, прозрачность И эффективность расходования средств Владимир Васильев отметил необходимость систематизации опыта регионов В качестве положительного примера Глава субъекта привел Дагестан Где по результатам прошедшего года Обеспечено заключение без малого 38 тысяч трудовых договоров То есть помимо создания новых рабочих мест Легализовано большое количество уже существующих Председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов посетил Сулакский каньон Спикер республиканского парламента ознакомился с условиями развития туристического кластера Сулакский каньон называют жемчужиной Дагестана Это одна из наиболее перспективных территорий для развития туризма Для туристов здесь созданы благоприятные и безопасные условия Отметил спикер Хизри Шихсаидов поднялся на смотровую площадку Пообщался с туристами Депутаты также посетили Мятлинскую ГЭС И рыбохозяйственный комплекс Расположенный на реке Сулак Председатель Народного собрания остался доволен Созданными здесь условиями И высоко оценил потенциал этого туристического объекта Более 200 общественных территорий и 14 дворовых площадок благоустроят в Дагестане В рамках проекта формирования комфортной городской среды Об этом заявили на пленарном заседании главы Дагестана Работы пройдут в 10 городских округах и в 58 сельских поселениях в 29 муниципальных районах республики Это на 23 поселения больше, чем было в прошлом году На указанные цели выделено чуть более 500 миллионов рублей Как заявил руководитель Минстроя республики Малик Баглиев В течение июля они планируют завершить все подготовительные процедуры И начать работы по благоустройству Он также заверил Владимира Васильева, что в отличие от прошлого года Программу завершат без срывов и раньше установленных сроков Ключевую фразу произнесли в конце выступления Вы сказали, что готовы до установленного срока закончить эту работу Зная ваш опыт, вашу ответственность Я принимаю, как и все присутствующие здесь, ваши заверения Это дорогого стоит Владимир Васильев отметил, что при строительстве любого объекта На территории республики должны быть задействованы и наши производственные мощности Чтобы не заказывать необходимую продукцию из других регионов Ну, например, у нас есть производство лифтов Правильно я говорю, да? В Кизлярском районе есть Кстати, неплохие лифты делают Но почему-то мы видим, как у нас на объектах строительства Ставят лифты из Турмосковья, например Мы недавно говорили об этом, что у нас наши флагманы не загружены Например, Кемс имел 5 миллиардов заказов, сейчас умеет 2,5 Он готов тысячу рабочих мест сразу создать высокотехнологичные Вот сейчас готов Но не может, нет заказов Коллеги, давайте об этом думаем Начнем выпуск с важной новости В России с сегодняшнего дня вступает в силу целый ряд изменений в законах От тарифов ЖКХ до цен на бензин Все они актуальны Теперь дольщики защищены от недобросовестных застройщиков Население от заоблачных процентов на микрозаймы Повысится также ежемесячное пособие для неработающих опекунов и родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами И это еще не все об этих и других изменениях, вступивших в силу, расскажет Патимат Бурзеева Начнем с самого актуального Тарифов ЖКХ С 1 июля цены на коммунальные услуги Повысится средним на 2,4% Тарифы уже увеличились с 1 января на 1,7% Общее увеличение остается в пределах инфляции 4,1% До 10 тысяч увеличится ежемесячное пособие для неработающих опекунов и родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами-инвалидами детства первой группы Ранее размер пособий составлял 5,5 тысяч рублей Ну и конечно пенсии Граждане России с этого дня выходят на пенсию по-новому Мужчины 60 лет и 6 месяцев Женщины с 55 лет и 6 месяцев Причем пенсионный возраст будет повышаться и дальше Перешла на новые правила и строительная отрасль Снизятся риски приобретения квартир для дольщиков Отныне их деньги не будут поступать напрямую застройщикам, а будут находиться на специальных счетах Застройщик получит сумму с него, лишь отдав клиенту ключи от квартиры Если нет, то дольщик остается при своих деньгах Меняются правила для микрозаймов Максимальная ставка 1% в день До этого был предел 1,5% Максимальная задолженность по кредиту до года не сможет превышать первоначальную сумму долга более чем в два раза Что касается цен на топливо Действие соглашения между властями и нефтяными компаниями о сдерживании цен на нефть закончилось Так, например, с 1 июля заработает новый механизм компенсации компаниям за поставку топлива на внутренний рынок Увеличиваются тарифы системы Платон на 14 копеек до 2,04 рубля за километр Следующая индексация пройдет в феврале 2020 года, а затем в феврале 2021 Российским авиакомпаниям с 8 июля временно будет запрещено осуществлять перевозки в Грузию Российским туроператорам также рекомендовано не продавать туры в эту страну Молочную продукцию в магазинах теперь будет продавать по-новому С 1 июля продукция без заменителя молочного жира должна размещаться так, чтобы визуально выделяться продукты без заменителя молочного жира Цель – упростить выбор покупателей На все пачки сигарет должны наносить уникальный Data Matrix Code Производители прекращают выпуск и импорт немаркированной табачной продукции Благодаря специальному шифру его нельзя будет поделать Специальная маркировка будет присутствовать и на обуви Об утилизации медицинских отходов говорили на совещании под руководством премьер-министра Республики Артема Сдонова Министр природных ресурсов и экологии Республики Набилла Карачаев Отметил, что такие отходы не уничтожаются должным образом А зачастую просто сжигаются и это наносит существенный вред экологии Республики А шприцы, которые оказываются на общих свалках, могут распространять инфекционные заболевания В Дагестане создана межведомственная рабочая группа, которая будет совершенствовать систему утилизации подобных отходов Здесь же говорили и о возможном строительстве завода по переработке медицинского мусора Давайте сегодня подумаем, как нам создать понятную систему Во-первых, понятную для людей, как собирать это все Понятную для медицинских организаций Ну и собственно у нас должен появиться оператор, который будет все собирать, утилизировать С точки зрения экономики это очень хорошо, это новые рабочие места Но это большая разветвленная сеть Мы должны найти площадки, мы должны найти людей, которые займутся этим профессионально То есть нам нужны такие же, вот как вы вопрос решали по операторам Нам нужны такие же хорошие региональные операторы Которые в полном объеме обеспечат стопроцентную утилизацию медицинских отходов Комплексное информирование сопровождения реализации национальных проектов в республиках СКФО Обсудили в Пятигорске на совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в Северокавказском федеральном округе Сергея Старикова Участие в разговоре принял премьер Дагестана Артем Сдунов В рамках диалога прошла презентация портала «Будущее России. Национальные проекты» Они разработаны по трем направлениям Человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост Председатель правительства Дагестана рассказал о работе, проводимой в регионе в этом направлении Озвучил предложения по объективному информированию населения о задачах, поставленных главой государства Так он предложил учредить общероссийские и региональные конкурсы Среди СМИ, блогеров и тех, кто освещает ход реализации национальных проектов Во-первых, увеличение количества независимых источников информации Допустим, в частности, мы можем там совместно сформировать перечень Мы приступили уже к этой работе Банк данных по экспертам, бизнесменам, лидерам общественного мнения Но в частности, допустим, мы по нацпроектам проводим стратегические сессии Так совпало, что мы стратегию Дагестана делаем и реализуем национальный проект Приглашаем представителей ТСЖ, управляющих компаний или территориальных общественных самоуправлений Это хорошо звучит и мы видим всегда обратную связь В Дагестане проходит Международный молодежно-образовательный форум Кюре 2019 – поколение лидеров На его открытие в Сулейманстальский район прибыло больше 300 гостей Среди участников представителей Египта и Кот-Дивуара А также ряда регионов России и городов Дагестана Форум приурочен к 93-ю со дня образования Сулейманстальского района Его цель – создать условия для самореализации молодых людей и укрепить дружеские связи среди молодежи Я приехал из Египта Здесь очень хороший форум Я хочу поблагодарить вам за этот праздник Здесь гостеприятные люди, очень гостеприятные люди здесь Во второй день форума его участники были разделены на 7 групп Каждая из которых могла принять участие в одной из образовательных площадок Это формирование общероссийской гражданской идентичности Социальное проектирование, волонтеры Победы, школьная служба медиации, ораторское искусство Культурная часть форума продолжилась экскурсиями по Дому-музею Сулейманастальского в селе Ашагастал и музею Гассана Эфинди Алкодарского Реализовать идеи, а идеи у нашей молодежи есть Научить этому, научить осмыслить, видеть жизнь и раскрыть свой потенциал Это самая главная идея Идея сплочения, толерантности, идея добра мира Выставка художественного творчества «Мастеровая» в рамках международного фестиваля «Горцы» прошла в Махачкале В мероприятии приняли участие мастера со всей страны И не только среди гостей можно было встретить представители самых разных стран Все они привезли свои творения и предметы национального творчества своих регионов и государств Подробнее Кадыр Абдул-Азизов Серебряные, золотые и бронзовые украшения Ковры, различная вышивка, предметы национального фольклора, гончарные изделия и многое другое Здесь представлены творения мастеров почти со всех уголков континента Около 300 участников Каждый из них представляет по-своему уникальные экспонаты Агнеса и Анета – золотошвей из Кабардино-Балкарии Это старинное ремесло, которым много поколений назад кабардинки украшали свои одеяния Мастерицы делятся Работа очень кропотливая и на вышивку одного небольшого узора уходит порядка двух-трех месяцев Это счетная вышивка Сперва делается настил, а потом непосредственно по настилу вышивается золотом Чем хороша эта вышивка была Например, она отдельно в пяльцах вышивается, а потом непосредственно носится на ткань Аппликативно Если платье стало ветхим или старым, можно было ее вышивку убрать и применить на другое платье, ношить Почему старинное платье до нас дошли? Платье могло портиться, а вышивка нет Здесь же Читоподгорных из Воронежской области Всей семьей они заняты изготовлением русской народной одежды Сын занимается берестой, отец изготовлением ткацких станков, а женская половина семейства изготовлением кукол в традиционных костюмах Они уникальны в своем роде, ведь создаются необычным способом Это как бы народная кукла, изготовлена она не сшитая, она связана именно путанка То есть у нее нет, она не использовалась ни иголок, ни ножниц Это называется как бы лоскутная путаная кукла Богатое русское народное творчество представлено также и ремесленницами из Москвы Они тоже шьют национальные костюмы, платки и пояса Но и здесь есть своя уникальная методика – вышивание тамбуром Этот способ был позаимствован в давности из Франции При производстве не используются иголки, только шило с крючком на острие На первый взгляд все очень просто, но стоит только попробовать и сразу становится понятно Не все так уже и просто В 2002 году мы нашли фрагмент такого сарафана в одном старом-старом крестьянском доме северном Вот, в деревне Малой Халы она так называлась И, конечно, нам уже никто не объяснил, что это Но если это приглядеться, то есть это как бы засеянное поле, урожайное поле Вот здесь вот земля, здесь кочки А здесь вот как будто посеянные зерна Из этих зерен прорастают растения Вот мы так себе вот это представляем То есть сознание простого человека могло так абстрагироваться, что вот в таком прекрасном рисунке могло что-то родить Почему я три раза попробовал и ни разу у меня не получился секрет, может, какой-то в этом рисунке Терпение, терпение, терпение Если бы вы попробовали часа три, у вас бы все получилось Самая нарядная на выставке Елена Чермянина Все украшения сделаны из соломы Из Удмуртии она привезла почти все свои творения И все из этого материала Солома – сырье легкодоступное, но капризное, говорит мастерица И поэтому работа над каждой куклой или украшением может занять около месяца Я сначала беру солому, собираю на поле Сначала ее надо посадить И она растет, вот тут есть междуузки, называются, их надо обработать, выкинуть А потом, то есть вот эти вот приготовленные варианты, если мы берем вот такую куклу, ее надо разгладить и собрать Вот называется коробочка этот крем Вот как раз больше вариантов, вот так это не делается Ну и потом уже формируется сама кукла Ну, наверное, вот я думаю, на эту куклу ушло чуть более месяца Кубачинские и унцукульские умельцы тоже представили свои труды на этой выставке Ножи редкостные, кинжалы, женские украшения и предметы домашнего обихода И все собственными руками Другие участники фестиваля также поражены трудами дагестанских умельцев Красивые вещи, очень северные, очень любим Кубачинское производство, обожаем кубачинское производство Вот это такая привычка Они уникальные мастера Такие вещи нигде не найдешь, нигде не купишь Только у нас Из Казахстана на фестиваль приехала экспозиция традиционной одежды из войлока Ее уникальность в том, что каждое платье создается вручную, без использования какой-либо механизированной помощи А шьют эти платья семь родных сестер И для работы используют материалы из нескольких государств Все эти работы изготовлены семи сестрами, которые проживают в трех государствах Это Казахстан, Узбекистан и Киргизстан То есть кто куда вышел замуж Каждый из участников этого фестиваля стремится показать посетителям и другим фарумчанам свой быт и народное творчество Некоторые не в первый раз в Дагестане Как говорят организаторы, все гости выставки ежегодно увозят с собой только приятные впечатления и положительные эмоции от приезда в нашу республику А также получают новые знания об обычаях и культуре региона, которыми делятся у себя на родине Что касается для чего такие проекты Я думаю, что все понятно каждому из нас Потому что речь идет о традиции, о сохранении культурного наследия А культурное наследие это идентичность каждого народа А идентичность здоровья, духовная и материальная Главная цель выставки – сохранение и возрождение традиционных промыслов и приобщение молодежи к этим ремеслам Она продлится до конца фестиваля горцы Кадыр Абдул Азизов, Саид Кутив и Камила Раджабова Время новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова